Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас покупчики Галамарт. Вот такой вот пакетик, не только что привез курьер. Итак, давайте приступать. Для тех, кто не знает, Галамарт это магазин по типу фикса с классными крутыми ценами. Там есть распродажи по рублю, по 3, по 5, по 7 и по 9, по-моему, представляете? То есть он еще остался на уровне фикса, некоторые цены, которые были, когда фикс еще был все по 35, вот это вот, помните? То есть там такое бывает, это в самих магазинах, в розничных, да? Я делала заказ на сайте, наткнулась в соцсетях на пост, что в Галамарте скидка 300 рублей, по-моему, за заказ от 1000 или даже от 500. И решила оформить заказ на их сайте, воспользовавшись этой скидкой. И в итоге у меня покупки на 1500 с чем-то, а заплатила я 1200 с чем-то. Промо-код минус 300 действовал, по-моему, по 5 ноября, девчонки. Я прям в последний день урвала, и как раз мы с вами в предыдущем блоге искали швабру, искали форму. Я поняла, как раз мне это надо, потому что в Галамарте можно найти все, на самом деле, там все. Как в Фикси, только еще больше ассортимент. На что-то даже есть подороже, чем в Фикси, на что-то подешевле. В Галамарте очень много посуд, но магазин, в общем, интересный. И здорово, что у них практически с момента открытия, по крайней мере, в нашем городе, есть доставка. Это вообще, на самом деле, круто. Единственное, что в онлайн-магазине, на сайте у них вот этих вот распродаж по рублю, по 3, по 9 нет. Только в розничных. Так, первое, что покажу, которое, наверное, не влезет в кадр, я заказала свою любимую швабру. Обычно у меня вот эти швабры, девчонки, они с телескопической ручкой, а здесь она не телескопическая, а сразу вся такая длинная. Ну, это не принципиально, я вам сейчас буду называть цену. Они мне тут и накладную положили, и чек. Ну, молодцы, в общем. А, они по накладной, смотрите, даже отмечали, чтобы все здесь было карандашком. Молодцы, я первый раз заказываю доставку в Галамарте, пока мне все понравилось. Мне предварительно они позвонили сегодня. Я могла выбрать дату, то есть для меня удобную, когда я дома, да. И они мне все равно предварительно позвонили и сказали, что вот через столько-то, столько-то мы будем. Так, швабра, девчонки, 280 рублей. Они сейчас уже подорожали, и даже в обычных таких дешевых хозяйственных магазинах дороже. Только такими швабрами я мою полы на протяжении уже лет 15, наверное, точно. И вот эта губка, девчонки, которая здесь на конце, я сейчас ее распакую, потому что мне уже предыдущую нужно выбросить. По-хорошему нужно найти хорошую швабру, такую, чтобы у нее менялись вот эти вот губки. И заказывать уже только губки, а саму швабру не менять. Но у меня иногда, смотря какую купишь, и швабра приходит в негодность, вот эти вот части ломаются. Здесь очень тяжело всегда снять пленку, потому что она прям находится под губкой, и все время приходится ювелирно ее как-то чем-то вытаскивать. Но мы сейчас с вами справимся все равно. Так, это фирма Вета, достаточно такой вот экономичный вариант. Я обрадовалась, когда увидела ее на сайте Голомарт. Это губка у нас то же самое, что губка Фаберлик, которую я вам голубую показывала, универсальную. Которая очень круто убирает шерсть с ковров, которой круто мыть окна без разводов, полы она моет без разводов. И я на полах вообще немножко, у меня взик помешанная, то есть если у меня хоть какая-то крошка под ногами, я в основном босиком хожу по дому, есть, то все, мне неприятно, я мою. Вот эта швабра каждую волосинку убирает, и каждую крошечку, то есть идеально чистые полы, мне нравится, и быстро. Она размокает, она размокнет, сейчас она как камень, да, так же как и губка Фаберлик. Она размокает средством для полов, да, в тазик я наливаю все, отжимаем ее с помощью вот этой ручки. Не люблю вот эти швабры вот на концах, которые надеваются, девчонки, микрофибровые, такие как насадки, тряпочки, да, потому что лишний раз опять контактируешь с водой, ее промываешь, отжимаешь, и не нравится. А здесь окунул, отжал с помощью ручки, то есть сами ручки воды у вас не касаются, когда вы моете полы. Отжал, и ходишь, моешь, все прекрасно. В общем, девчонки, кто такую швабру еще не пробовал, они, наверное, самые дешевые, самые крутые, лучше всего моют полы, я их обожаю, просто почаще меняю, почаще можно менять саму вот эту насадку, они продаются отдельно, она здесь на шурупчиках, видите, можно открутить и прикрутить новую. Так что вот так. Рада такой дешевой покупке, мы с вами прям слишком много времени сегодня уделили швабрель. Так, поехали дальше. Здесь у меня всякие косметические есть еще приблуды. Купила вот такую форму, девчонки, стеклянную, для запекания. Мы с вами тоже в предыдущем влоге искали, я что-то нигде не нашла, пропали прям все. Она у нас на 2 литра, это фирма Сатоши, да, написано, не знаю, девчонки. В общем, вот такая нам как раз на семью из трех человек подходит. Там были формы и больше размером, и цена тоже очень приятная, девчонки. Цена, цена, цена. Так, форма для запекания 339 рублей. Вообще шикарно. Шикарно. Толстая, все как положено. Да, можно и пирожки, и запеканочки, высокая, и запеканочку мясную, картофельную. Я обожаю в стеклянных, они лучше всего моются, к ним практически ничего не пригорает никогда, поэтому всегда-всегда в стеклянных готовлю. У меня предыдущая почему-то лопнула. Жаропрочное стекло. Характеристики, не знаю, тут какие-то есть. От минус 40 до плюс 240 градусов Цельсия. Вот, кстати, все-таки ограничение, потому что духовка у нас больше 240 греет, да? Больше 240 не надо. Вот. Ну ладно, все хорошо, все отлично, замечательно. Так, погнали дальше. Взяла вот такие вот тоже для дома салфетки, только ими, девчонки, пыль протираю. Вискозный терпеть не могу, не вискозный, микрофибру терпеть не могу. Она мне почему-то так неприятно ей протирать и протирает плохо. Вот эти салфетки, кстати, они то же самое, что вот эта швабра, тот же материал. Целлюлозный написано, да? То есть они на открытом воздухе у нас застывают и становятся как каменные. Мы их размачиваем, они размокают, и поэтому люблю, люблю вот этот материал, потому что до каждой пылинки, до каждой мусоринки можно добраться и вообще идеально чистой поверхности. Поэтому, девчонки, кто вот такие тоже не пробовал для уборки, это прям находка. Я их сейчас достану, пусть твердеют, мне не жалко, потом, когда они мне будут нужны, размочу. У меня на кухне одна такая лежит, одна в ванной, в которой я пыль протираю. Вот, они есть и в пятерочке такие салфетки, они много где есть. Так, в Галамарте они у нас сколько с вами стоили? Сейчас найдем. Так, 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 так. Сейчас найдем, девчонки. Вот, набор салфеток для кухни губчатых. Три штуки, 15,5 на 16 сантиметров, 39 рублей. Пятерки, они, по-моему, и фикси по 55. То есть, все равно самая дешевая цена. Вот так вот они выглядят. Изумительные. Обожаю только ими протирать пыль на кухне вообще неизменимым. Ой, мне тут под руку попался подарок. За заказ на сайте Галамар даже предлагал подарки. Ой, я забыла, какой был первый, ей-богу. Два было всего. И второй для тарелок. Вот такая вот подставка. Я не знаю, зачем она мне нужна. Может, крышку на нее буду ставить, девчонки, когда готовлю. За один рубль. Вот такая вот приблуда. Но пригодится. На халяву как бы уксус сладкий, да? Оп, оп. Вот такая вот пластиковая. Она называется подставка для тарелок. Можно было выбрать. Это хорошо. Взяла, девчонки, готовлюсь к Новому году. Гирлянду. Гирлянда. По-моему, самая дорогая моя покупка. А, не, не самая. 243 рубля. Snowboom 96 лэг. Шампань цвет. 1,4 на 1,5 метра. Постоянная подсвечивание 220 вольт. Это сетка, девчонки. Я давно искала сетку, но к Новому году на них такие цены. Поэтому за 243 рубля нормально. Мы сейчас с вами достанем и посмотрим, как она выглядит в розетку. Тыкнем прям вот такой вот комок. Давно хотела сетку на окно себе повесить. Красиво же, девчонки, правда? Но я хотела голубую. Не было у них почему-то голубых сеток. Мне как-то они больше нравятся. Знаете, такое голубовато-сиреневое свечение. Так. Ну вот она сетка, да? Тут это видно, что она сетка. Будем распутывать вешать, наверное, конечно, замотаемся. Так, сейчас я... Блин. Я так всегда боюсь с этими электрическими приборами. Сейчас я ее тыкну в розетку. Ой, работает. Вот она, девчонки. Смотрите, можно прямо на задний фон еще к Новому году прилепить. Мне кажется, тут прям будет красиво, да? Все работает, все светится. Скоро будем уже вешать. Так, поехали дальше. Взяла для школы. Для школы здесь у меня есть покупочки. Кисти у нас постоянно теряются. Сейчас пока дома на каникулах сидели. Все порастерялись. Беличьи кисти, девчонки, заказала. Там размер 3,5, как раз, который требует к школе. Так, где они у нас? Кисти. Причем пятый размер 7 рублей, а третий 17. Из белки вроде написано. Вот такие вот кисточки. Обычные совершенно. Взяла линейку. Линейка прикольная. Вот так выглядит. Сейчас найду ее цену. Тоже цена, тоже смешная. Так, 16 рублей. Ой, я вам не те цены называю. Я называю уже со скидкой 300 рублей. 24 рубля. Она стоит 24. Деревянная линейка. Они тоже часто теряются. Обычная деревянная линейка, но с котиком вроде на конце. Да, миленько так. Чего-то даже здесь написано. Черчу-мурчу. Вообще класс. Черчу-мурчу. Правда, девчонки, вот сами цифры как-то очень размыты. Нанесены такое ощущение, что рисовали маркером на дереве. И вот они какие-то расплывчатые, не очень четкие. Ну, ничего. Пригодится за такую цену. Пусть будет. Так, дальше, девчонки. Ой, какие прикольные. Я взяла салфетки от Юни Лук. Вообще вся косметика, которая представлена практически вся декоративная. Точно вся в Галамарте. Она от марки Юни Лук. Юни Лук очень интересна, на самом деле. И марка я брала, 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 брала Юни Лук. Девчонки, как это называется? Я уже забыла давно. Брови не крашу. Тушь для бровей, в общем, коричневую. Самая лучшая тушь для бровей, которую я пробовала. Она у меня до сих пор лежит изумительно. Укладывает изумительно цвет коричневый. Красивый. Вообще супер. У меня здесь тоже есть декоративная косметика. Сейчас потестим. Тени у них, кстати, тоже в Галамарте прикольные. Стоят копейки вообще, то есть не хуже тех, которые нам сейчас пытаются за тысячу-полторы-две впарить. Не хуже. Я имею в виду Иван Фаберлик и так далее. Так, салфетки, девчонки. Смотрите, какие классные. Заказала именно потому, что в таком формате. Я помню, что их внутри 30 штук. Салфетки влажные в банке 30 штук. Цена 39 рублей. Класс. 39 рублей. Вот такая вот баночка. Здесь такой брелочек с какой-то желтой штукой. Не знаю, что это такое. Она у нас как... А, ой, смотрите, как она у нас открывается. Открыли. Как отсюда достать салфетку, девчонки? Как? Вот видите, там крестик такой. Вот как ее отсюда достать? Давайте почитаем. Состав, предупреждение. Ничего тут. А, вот инструкция к применению. Так, крышку открыли. А, нам нужно сначала открыть целиком вот эту крышку сверху. Опа, она вот открывается, в принципе, легко. Здесь у нас салфетки в пачке. Они, наверное, малышки, девчонки, потому что 30 штук. Так. Открыли. А, они будут отрываться, да, как большие салфетки в банке. Запах прикольный, интересный. Ну, вот они вот так вот скручены у нас с вами. Так, теперь мы находим конец. Малышки такие, да. То есть удобно взять с собой даже маленькую сумочку. Нашли конец. Вытащили его. Теперь одеваем крышку и в прорезь вытаскиваем этот конец. А прорезь, ой, какая тоненькая, маленькая. Вытащила еле-еле. Закрываем крышку. Оп, оп. И вот они, наши салфетки. Тащим, тащим, тащим. Тащится так тяжело-то. Она оторвалась, а другая не вылезла. Подстава, девчонки, вообще. Подстава. Вот такая она малышка. Совсем. Ну, так вот ручки протереть, в принципе, нормально. Хватит. Блин. Ну, почему другая-то не вылезла? Они так туго идут, что... Капец. Мне кажется, просто эту прорезь нужно сделать как-то покрупнее. И тогда все будет нормально. А так прикольный формат. Задумка очень интересная. Поехали дальше. Так, я взяла ручки еще ребенку и ластик. Ой, какой маленький ластик. Не, ну для ребенка нормальный, но он какой-то прям совсем малыш. Маленький-маленький. Так, ластик. Копеечки прям стоило. Что-то рубля три, по-моему, девчонки. Сейчас найду. Два рубля. Два рубля стоил ластик. Ластики тоже постоянно куда-то задеваются. Лишними они не бывают. Такой маленький и зелененький ластик. Ну, нормально. Должен стирать, ничем не пахнет. И заказал две интересные ручки, девчонки. Одна из них пиши-стирай, а другая с текстовый делителем. Так, вот это пиши-стирай. Я так понимаю, здесь на конце такой монстрик. У нас школа открывается с понедельника. С первого по шестой классы будут ходить в школу. С шестого по одиннадцатый на дистанционном обучении. Пусть дома у меня хотя бы вот этой ручкой делает домашнее задание. Сейчас мы с вами попробуем, как она стирает. Ну, пиши, что это. А, вот. Так, написали. А стирать нам чем? Почему-то еще так наконечник измазан. Так, а чем мы будем стирать? Вот я написала. Вот этим наконечником, что ли? Нет. Не этим наконечником. А, наконечником, да. Он почему-то был извазан в чернилах. Сейчас покажу еще раз. Так. Вот сердечко нарисовала. И вот этот наконечник, да, он стирает ручку. Причем хорошо стирает. Хотя нет, не очень хорошо, девчонки. Остаются все равно следы. Надо прям... А, вот, все, стерла. Вот, полсердечка стерла. Не знаю, на ластик похож. Раньше, когда мы учились в школе, у нас, помню, были пиши, стирай, но на одном конце ручка, а на другом конце тоже такой вот стержень, но с какой-то пропиткой. Мне интересно, обычный ластик стирает. Обычно ластик делает ее бледней. Но не стирает, нет. Так что это все-таки какой-то, наверное, на конце специальный материал. Ну, прикольно, прикольно. Дети любят такую вещь. И вторая ручка с текстовый делителем на другом конце. Такая вот прикольненькая тоже. С одной стороны здесь... Ух, открой ее. Ну, делают же для детей. С одной стороны у нас ручка. Обычная, синяя, классическая. А с другой стороны текстовый делитель. Сиреневый. Они там в разных цветах, но когда делаешь заказ на сайте, нельзя выбрать определенный цвет почему-то. Тоже пригодится, тоже пускай будет. Красивая, симпатичная ручка. Так, дальше. Я заказала себе магнитик. Ручки, кстати, рублей по 20-30 где-то. Магнитик. Бычок. То есть символ следующего года. Сейчас распакую, покажу. Цену с вами найдем. Я, это мой будет год. Я бык. Хорошо, что високосный год закончится. Начнется мой год. Я надеюсь, все будет хорошо. Так, 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 так. Магнитик, магнитик. Магнитик не вижу. Там много, кстати, уже новогоднего всего. Много фигурок. Есть шары снежные с елочками. Есть с быками, символами года. Уже полно прям всего. Не найду, девчонки. Короче, копейки он стоил. Рублей 20. Так. Прилеплю себе уже на холодильник. Буду ждать свой ход. Вот такой вот он резиновый. А с чем он? С Новым годом. С денежками. О, какой хороший прислали. Там тоже очень большой ассортимент этих магнитов. Но на сайте нельзя выбрать определенный. То есть какой придет, такой придет. Хороший пришел. Хороший. Прят такой с сундуком денег. Бычок. Все. Сейчас сегодня же себе прям на холодильник прилеплю. Пусть будет. Так. Дальше у нас, по-моему, бьюти покупочки остались. Пакет выкидываем. Так. Первое, что хочу с вами потестировать, девчонки, это карандаш для губ от Юни Лук. Я, по-моему, брала уже у них карандаш для губ. Вообще смешная цена. Рублей 30. Карандаш для губ. Ой, нет. 47. Ну, смешная тоже, согласитесь, да? Вообще. 47 Ре. Вот такой вот карандашик. Тон 0,4. Карамель. Сейчас мы с вами его откроем и попробуем. Так. Много там карандашей для губ было, но вообще у Юни Лук много достаточно декоративной косметики. И я ее, кстати, видела только в Гламарте. Я не знаю, она где-то еще в каких-то магазинах представлена. Это мой оттеночек, мне очень нравится. Он больше такой вот бежевый. Я вам сейчас покажу. Он коричневый, точнее. Я не сказала бы, девчонки, что это для губ. Прям он действительно коричневый. Но мы сейчас с вами все равно попробуем накраситься. На моих губах-то будет выглядеть сейчас нормально, на мой красный татуаж. А так может слегка выбелять, мне кажется. Прям бежевый-бежевый. Девчонки, карандаш для бровей для блондинок. Цвет. Зеркало еще не взяла. Сейчас как мимо себе 5 миллиметров нарисую. Он, знаете, такой средней жесткости. То есть боли никакой нет, когда рисуешь, да? Но и не сильно мягкий, надолго хватит. Эти карандаши, они похожи на все обычные средние карандаши. Карандаши Фаберлик и другие и тому подобное. Достаточно стойкие. За такую цену вообще, девчонки, находка. Не, кстати, мне идет, это мой цвет. Прям сейчас покажу. Девчонки, вот свочи, вот видите, он прям такой нюд коричневый. Я бы не сказала, что это карамель. От карамели здесь совсем немножко. Вот как выглядит сам карандаш. Вот так. Так что в целом я покупочкой довольна. На губах у меня смотрится прям шикарно, здорово. Я такие цвета люблю. Так, дальше из бьюти-покупок. Девчонки, вот такая огромная туба. Skinshine марка, наверное, если я не ошибаюсь. Черный такой тюбик. И здесь... А, нет, напечатано. Я думала, наклейка прям. Это у нас освежающая. Пилинг-скатка. Очищает и матирует. Интенсивно увлажняет. Увлажняет и матирует. Это круто. Успокаивает кожу. Пилинг-скатка с древесным углем и алоэ вера. Для нормальной комбинированной кожи. Тут прям по-японски иероглифы написаны или по-китайски. Не знаю. Деликатная формула. Гелевая текстура. Не содержит абразивных частиц. Бережно воздействует на кожу. Отшелушивая, роговевшая. Корейская система ухода за кожей. Ингредиенты из Кореи. Центелла азиатская. Какая-то кико-актив. Не знаю, что такое, девчонки. Древесный уголь. Экстракт алоэ веры. Нанести на сухую кожу лица. Избегая области вокруг глаз. Границы роста бровей и волос. Помассируйте легким движением. Кружевым образованием округлых частичек. Обильно смойте теплой водой. Мне интересен состав. Тут прям написано Кореи. Кореи по-корейски. Дальше все. Состава по-русски, конечно, нет. Вода. Дальше какой-то хлорид. Глицерин. Я дальше не понимаю. А древесный уголь. Экстракт алоэ веры. Экстракт центеллы. Кислот, по-моему, никаких здесь нет. Мы сейчас попробуем с вами. Ну что, девчонки, протестируем скатку. Так, но у нас запечатано хотя бы, да. А, зафольгированная. Ничего себе. Ох. Ой, она прозрачная. А где тут уголь-то? Ну, с углем же. Угольный детокс. Белый уголь, что ли? Не знаю. Так, наносим. Она серенькая, серенькая. И очень жиденькая. Ой, девчонки, вам даже вот на руке ее сейчас не успею показать. Она такая жидкая, сероватая. Так, наносим на все лицо. Она быстро скатываться начинает прям. Так. Ну все, хорош. Она прям такая жидкая-жидкая. Капец. Закрываем. И начинаем с вами скатывать. У меня почему-то руки уже в каких-то катушках. Ой, как их много. Слушайте, какая-то странная скатка. Почему странная? Не знаю, потому что мне ставит такое ощущение, что пластилин по лицу катаешь. Смотрите. Темно-серые катушки образовываются, да? Нет, ну она катает. Несомненно катает. Но мне кажется, она катает сама себя. Не вычищая при этом поры. Не знаю, сейчас посмотрим. Не буду голословной. Докатаем и посмотрим. Ой, они прям такие здоровые еще, серые. Отваливаются на пол прям. Хочется над ванной это все делать. Запах практически никакого нет. У нее. Ну так вроде катает, но не знаю. Все равно, девчонки, какая-то она странная. Видите, катушки, да? Чтобы проверить, очищает она или нет, у меня на губах до сих пор карандаш. Сейчас попробуем на губах. Блин, много выдавила. Скатает она мне карандаш или нет? Ммм, скатала. Очищает все-таки. Да, все. Не размазала, кстати, его, а именно скатала. Такие вот коричневые получились катушки. Значит, очищает все-таки, девчонки. Здорово. Я вообще люблю такие продукты, скаточки разные всякие. Ух, много, смотрите, как много. Частичка этих, но все, буду смывать. Слушайте, сейчас посмотрела в зеркало, но как-то круто. Это прям выбеливает лицо. И пора действительно очищается. Я прям в шоке. В шоке можно взять за копейки скатку и так здорово очистить лицо. А почему она, наверное, так каталась как-то, я не пойму, тягучая, что ли? Там все-таки на ней есть действительно какой-то увлажняющий компонент. Там уж кожа увлажненная. То есть не пересушенная, а увлажненная. И не было там абразива, только вот скатывала. Чистые поры, девчонки. Поры чистые. И какое-то выбеленное лицо. Ладно. Продукт хороший. Потом, возможно, как-нибудь напишу пост. И от Юнилук. Вот такая вот малышка. Я, кстати, вам цены не сказала. Пилинг с каткой 72 рубля. Так, а вот эта масочка-пленка 52. Она такая маленькая, худенькая, но хватит. Я такую маску брала чисто для того, чтобы вот на Т-зоне ее применять. На все лицо не хочу. Маска для лица. Юнилук. Маска-пленка с угольной пылью. Очищающая, сверкающая. Черная 20 миллилитров. 20 миллилитров здесь всего. И она у нас сверкающая. На девушке вот тут вот она черная и переливается. Прям здорово. Но мы с вами сейчас тоже на Т-зоне ее попробуем. Что она из себя представляет. И нужна ли она была нам вообще. Ну, а теперь маска-пленка от Юнилук. Я ее хочу только на Т-зону сейчас набабахать. Она у нас должна быть сверкающая. Ёшкин кот. Вот она со звездами, девочки. Тут звезды. Смотрите. Ну, а это вообще капец. Я сейчас прямо в инстаграм обязательно сфоткаюсь. Инстаграмный вариант. Масочки. Вы посмотрите, какая красота. Здесь звезды. С ума сойти. Ну, вообще. Она такая полупрозрачная, да? Я ее вот так вот растяну. И она на самом деле такая светлая гелевая. Но в ней есть черные частички, точки. И вот эти вот звезды. Спиртом попахивает. Даже глаз начало правый резать. И пощипывает. После скаточки. Прям пощипывает. Спирт тут в составе по-любому есть. На лоб, что ли, тоже сделать? Чего уж там. У меня там тоже вот здесь поры расширенные. Звездится так звездится. О! Красота страшная сила. Так, где еще не намазала? Крылья носа. Быстро застывает. Уже кусками тянется. Девчонки, какая красивая маска. Смотрите, прям вообще. Звезды, звезды. Хочется, знаете, все время, как показывают нам в рекламе, особенно про корейские маски, с носа вот так вот отодрать. А там и спор. Вот такие вот точки все вышли. Но таких средств мало. Мне так делали только, знаете, что? Полоски Фаберлик из линейки с молодежной, старой. Не вот этой, Инфо 4, а другой. Ой, простите. Там полоски крутые реально были. Но опять зависит от состояния кожи. Если вы постоянно о ней заботитесь, то у вас ничего не выйдет там. А то, что они расширены, они расширены. Да, если у вас чистые, конечно, там ничего не выйдет. Расширены поры от генетика. Ну все, девчонки, хожу с этой маской, пока она не застынет. И посмотрим с вами на эффект. Сдираем. Надеюсь, этот процесс пройдет безболезненно. Так. Не сказать, что совсем безболезненно. Такая масочка из разряда ядреных. Быстро засохла, кстати. Минут 5-7 максимум. Ох. Слушайте, ну прикольно. Она не оставила, как я хотела, каких-то там вытянутых из пор штучек. Но по состоянию кожи, кстати, кусочки остались. Сейчас посмотрим. Слушайте, ну чистые поры. Они были чистые после скатки. Ничего такого сверхъестественного не произошло. И ничего плохого тоже. Поэтому почему бы нет. Вот так она выглядит. Вот такая прикольненькая. Звездочки. Нормальная маска, обычная маска-пленка. Немножечко, конечно, дискомфорт даже у меня в этих местах покраснело. Есть такие маски-пленки у Эвелин. Еще у каких-то производителей, которые издираешь и хочется орать. Вот это немножко послабее, но все равно дискомфорт небольшой есть, когда снимаешь. Еще одну покупку мне показала. Девчонки, фломастеры 6 цветов. Взяла вот такие они малышки оказались. Ну и стоят они, девчонки, 30 рублей. Фломастеры утолщенные со штампиками. Вот что меня привлекло, что здесь штампики. Ребенку это очень интересно всегда. Сейчас с вами штампанем что-нибудь. Так, вот взяла красный. Вот он. И у нас тут на крышке вот штампик. Так, сам фломастер. Действительно они такие толстенькие. Толстый наконечник рисует хорошо, не высохшие. Не пахнут вообще ничем. Или у меня боняние пропало. Так, и вот он штампик. На каждом фломастере, наверное, свой. Здесь у нас розочка. Я что-то сильно прижала, и не очень красиво получается, девчонки. А, вот, более-менее стало получаться. Цветочек. Цветочек, если вам видно. Вот такой вот цветочек. Сейчас посмотрим на других другие. Интересно. Так. На оранжевом тоже цветочек. На зеленом машинка какая-то, по-моему. На синим не пойму что. На темных вообще нет. Ну и на этом все, мои хорошие. Если мое видео было вам интересно и полезно, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok